Глубоко уважаемый господин президент, у нас еще не началось интервью, а я про вас уже кое-что узнал. Сегодня в Астрахани первый по-настоящему холодный осенний день, но камин не зажигали. Мне сказали, что вы предпочитаете попрохладнее атмосферу. Мы с вами сидим на персидском ковре, мы, естественно, будем говорить по-русски и персидски. Мы успели друг друга поприветствовать по-английски. Я знаю, что вы говорите по-арабски. Нет ли у вас желания выучить русский язык? Привет! Привет! Великому русскому народу. Я впечатлен. Вы приехали хорошо подготовлены. Вы страна древняя, гордая, но, конечно, очень строгая. Исламская республика – это строгое государство, я бывал у вас. В этой связи у меня вопрос к вам, в том числе как к человеку, который защитил докторскую диссертацию по... Я вот знаю в английском переводе, как это звучит, по гибкости шариатских законов. Почему, тем не менее, и в ваших глазах опасность представляет вот это новое образование – исламское государство? Вы – исламская республика, но вам не нравится исламское государство. Что вам не нравится в нем? Вы знаете, основы божественных религий, начиная с христианства, иудаизма, ислама. Основу их – это достоинство человека, это уважение человеку, также уважение других людей, а также и мирное сосуществование. И в частности, в религии ислам – это религия такая, постоянно призывает народ к доброте и братству. Это те, которые сегодня под различными названиями, и в том числе ИГИЛ, стараются, так сказать, провести те или иные деятельности. К сожалению, у них нет никакого соотношения с исламской культурой. Это абсолютно оторванные от религии ислама. Они врут и называют себя мусульманами. В исламе у нас, так сказать, нет таких дел, и мы считаем их неприличными, в том числе вмешательство во внутренние дела других стран, в чужую жизнь, а также угроза, угрожать народу, а также их пугать, убить ни в чем не повинных людей, а также и, так сказать, неправильные утверждения о том, что они имеют право, так сказать, господство над другими. Это все анти-ислама, а также против-ислама. И мы абсолютно осуждаем подобного рода поведение. Очень важно и интересно то, что вы говорите. Выходит, что исламское государство несет одинаковую угрозу и западному альянсу, и Ирану, и России. В отношении России были прямые угрозы. И, тем не менее, Иран не был приглашен на парическую конференцию недавнюю. Несмотря на то, что, как показали последние 12-15, если не все 20 лет, без Ирана не решишь ни афганскую проблему, ни иракскую проблему. Россия выступает, безусловно, за то, чтобы Иран был вовлечен в эти переговоры и в эти процессы, не говоря уже о вооруженной составляющей. Что дальше? Какие вы ждете шаги, в частности, от западных стран по отношению к вам в рамках этой проблемы, борьбы с исламским государством? Вы знаете, несмотря на то, что мы приглашены на некое собрание, которое, может быть, имеет индивидуальный характер, мы должны обратить внимание на один момент. Это заключается в том, что Иран постоянно боролся с терроризмом. И до 2001 года Иран боролся с терроризмом в Афганистане, в регионе. И по отношению к ИГИЛ, у нас трех лет тому назад, Иран тоже занимается борьбой с этими террористическими силами, в том числе и ИГИЛ. Те, которые, так сказать, говорят о коалиции, некоторые из них, они в прошлые годы, они оказывали помощь, в том числе финансовую и вооруженную, в предоставлении вооружения. И, так сказать, важные западные государства, к сожалению, до нескольких месяцев назад, они не показывали никакой подобающей реакции по отношению к этим региональным террористам. Поэтому Иран постоянно боролся и будет бороться. И Иран себя считает, так сказать, обязанным, что, так сказать, с правительством тех или иных государств, имеется в виду, так сказать, с Ираком, с Сирией, координировать свои дела по борьбе с терроризмом. Тема терроризма, а также тема насилия, это является глобальной, так сказать, опасностью, и мы должны это почувствовать. Это, так сказать, не касается только определенного региона или определенного континента. Терроризм, это является опасностью для всего мира, и мы должны друг другу оказать помощь. Это я не имею в виду, чтобы там, так сказать, оказать помощь в бомбардировке, потому что бомбардировка это как бы формально и демонстративное такое дело. Я имею в виду вопросы культуры, оказать друг другу помощь, социальных вопросов друг другу оказать помощь, политических вопросов. И мы не должны допускать, чтобы финансовые источники были, так сказать, доведены до террористов. Мы должны предотвратить поставки вооружения, так сказать, террористам. Они врут, говорят, что мы мусульмане, все ульемы, все ученые, и в частности в исламском мире, они имеют очень тяжелую ответственность, потому что вопрос является глобальным, опасность тоже глобальным. Поэтому я считаю, что мы должны, все должны помогать с тем, чтобы устранить эту проблему. В начале этой недели много шума наделала ваша встреча с британским премьером Дэвидом Кэмерманом. Вам обоим за нее досталось, насколько я знаю, в прессе. В прошлую Генеральную Ассамблею ООН у вас был телефонный разговор с Обамой, но я бы вот как раз не стал это все преувеличивать. А вот что бы я действительно обратил внимание, это то, что мы с вами сидим в Генеральном консульстве Ирана в Астрахани. И у Ирана есть еще одно Генеральное консульство в Казани, не говоря уже о посольстве в Москве. И наши страны связывают действительно плотные дипломатические отношения. Каждый раз такой всплеск эмоций вокруг ваших отношений с Америкой. С Америкой у вас нет дипломатических отношений, а здесь вон целых три дипломатических миссии в стране. Поэтому я хотел бы вернуться к российско-иранским переговорам. Мы встречаемся с вами в канун вашей очередной встречи с Путиным, были уже встречи и в Дэшанбе, и в Шанхае. Как вы вообще стратегически оцениваете российско-иранские отношения? Они для вас что? Вы знаете, иранно-российские отношения, они очень хорошие. И мы два соседа, мы живем рядом друг с другом. Это две важные страны в регионе, а также и на глобальном уровне. Мы в прошлые годы постоянно, так сказать, наши отношения приближались к России. И в начале деятельности моего правительства, в первых неделях, мы в Киргизии, в Бишкеке встретились с Вадимом Ивановичем Путиным. А также еще у нас было несколько встреч с ним, и сегодня тоже вместе встретимся. Я прогнозирую, что отношения будут, так сказать, и в дальнейшем развиваться. В будущие месяцы это отношение получится в дальнейшее развитие. Почему? Потому что наше сотрудничество, это принесет пользу нашим двум народам, а также и нашему региону. Мы, конечно, хотим сотрудничать с остальными странами мира. Если у нас есть какая-то напряженность, устранить эту напряженность. Даже мы хотим с американцами тоже устранить эту напряженность. Но от вопроса наших отношений с Россией, а также это стратегический характер, это, так сказать, необычные отношения с Россией. Конечно, мне бы хотелось прямо сейчас перейти к вопросу санкции, но все-таки причина, по которой вы сейчас приехали, это Каспийский саммит. Это ваши помощники, когда мы с ними обсуждали наше с вами интервью. Очень так по-персидски сформулировали тему. Существуют некоторые правовые противоречия в вопросе о статусе Каспийского моря. Ну, за этой формулировкой много что стоит. Какова могла бы быть роль Ирана в достижении консенсуса по Каспийскому вопросу? И здесь, конечно, стоит подчеркнуть, что к моменту, когда это интервью выйдет в эфир, мы будем уже знать какие-то предварительные итоги саммита. Но сейчас я воспользуюсь тем обстоятельством, что вы еще только собираетесь на встречу. Какова ваша переговорная позиция вот сейчас? Вы знаете, Каспийское море для нас всех имеет значение. Это является огромным источником для жизни этих государств, для Каспийских. И в частности, тех городов, которые находятся на берегу, на побережье Каспийского моря. Мы должны хорошо использовать это море. Мы должны допустить, чтобы существовали разногласия между нами. К счастью предпринятия хорошие шаги. И, так сказать, заключены соответствующие договора, соглашения между прикаспийскими государствами. И вот саммит сегодняшний, это четвертый саммит. И это говорит о том, что показывает, что мы продвигаемся. Сегодня мы подпишем несколько документов. Это опять свидетельствует о том, что мы можем решить свои проблемы. Но есть до сих пор некоторые проблемы, которые мы в дальнейшем должны приложить усилия к тому, чтобы их решить. Но вы знаете, что в прошлом между нами и Советским Союзом были соответствующие договора 21-го, а также 40-го годов. И они, конечно, до сих пор действуют, пока, так сказать, придут новые договора и будут их заменять. Поэтому мы должны приложить усилия к тому, чтобы пройти по этому пути и для всех договоров, которые будут необходимы для нас. Не для того, чтобы закончить разногласия, нет. Для того, чтобы мы могли бы максимально хорошо использовать это море. Для того, чтобы это море стало источником для развития, для прогресса всех государств. И я думаю, что с усилиями всех стран, с той дружбой, которая существует между нашими странами, эта надежда не очень далекая. Мы можем ее осуществить. Ну а зачем вам все-таки свой сектор в Каспии? Чем вам не нравится российское предложение о том, чтобы это было общее море? Вы знаете, в начале, после независимости этих государств на побережье Каспийского моря, наше предложение с Россией заключалось в том, чтобы все было общее. Но, тем не менее, они стали дистанцироваться от нашей договоренности. Мы сегодня находимся в тех условиях, когда будем иметь свои сектора в водах Каспийского моря. Это под названием национальным суверенитетом. У нас будут сектора, которые будем использовать в специальных целях для каждой страны. Но, тем не менее, судоходство будет на общих условиях в рамках тех правил, которые имеют страны вместе. И мы надеемся, что, так сказать, обмен делегациями, туристами, а также и экономическая деятельность, и хозяйственная деятельность на этом море будет развиваться. И чтобы мы имели очень хорошее будущее для всех стран. Ну, я пожелаю вам прогресса на ваших переговорах с президентами и партнерами. А сейчас хотел вернуться к теме санкций. Россия только недавно в нынешнем своем состоянии совпала с санкциями со стороны Запада. Иран живет в состоянии санкций уже несколько десятилетий. Ну, давайте начнем с такого. Что бы вы нам могли посоветовать? Как вы обходите санкции? Мы считаем, что введение санкций – это неправильный инструмент. К сожалению, западники, они используют этот, так сказать, неприличный инструмент против всех государств. И второй момент заключается в том, что этими нехорошими, так сказать, санкциями они стараются противодействовать тем или иным другим странам. До противодействия существуют разные способы. Это можно усилить отношения между соседями. И в нынешних условиях мы, так сказать, готовы оказать любую помощь народу России, а также правительству России. Мы будем это делать. Мы надеемся, что торговые отношения, так сказать, наши селхозпродукции будут появляться на российских рынках, будут иметь значительное присутствие на российском рынке. И надеемся, что до следующего года вы будете наблюдать наши бренды на российских рынках. А что-то конкретное уже есть на подходе? У вас серьезные конкуренты, кстати. Ваши соседи азербайджанцы очень любят поставлять овощи и фрукты на российский рынок. А иранцы что хотят поставлять? Вы знаете, что Иран является очень крупным государством и имеет разнообразные, так сказать, продукции. А также у нас продовольственная промышленность. Она очень общерная и очень развита. Поэтому Иран может, используя все эти возможности, мы должны предоставить соответствующие преференции для этой торговли. Вы наверняка будете наблюдать, что очень, так сказать, качественные, более качественные товары, которые будут российские народы встречать, они будут появляться на ваших рынках. Какой вы хитрый. В вопросе о Каспии сразу это не мы придумали, это новое государство. Что касается торговли, давайте сразу преференции. Трудные переговорщики иранцы, недавно про вас так говорят. Еще до всяких санкций в отношении России со стороны Запада, между Россией и Ираном возникла такая тема, как фантастическая, что Иран поставляет в Россию нефть, Россия в ответ поставляет свои промышленные товары. Подвергается ли изменениям этой идеи сейчас на фоне текущей международной политической конъюнктуры и как это в принципе может работать? Потому что это в принципе очень интересно и очень необычно. Вы знаете, перед тем, что были введены и начали вводиться эти санкции против России, в первой же встрече с господином президентом Путиным, в Бишкеке мы говорили о развитии отношений между нашими странами и какой ассортимент товаров мы можем продать России, какой ассортимент может России нам продать. Мы обсуждали эти вопросы и мы сегодня наблюдаем значительный прогресс в этом вопросе. Мы достигли хороших договоренностей и я надеюсь, что в скором времени эти договоренности будут приведены в практическую плоскость. Но речь идет по сути дела об артере, правильно я понимаю? Да, и таким образом Россия помогает вам обойти санкции, а вы в новых условиях России, да? Вы знаете, мы постоянно обходили в прошлые годы эти санкции и гордились этим, потому что мы их считаем незаконными, это неправильный инструмент. И мы, если не будем противостоять санкциям, западники и каждый день другие страны будут вводить санкции против других стран. И эти инструменты могут, так сказать, экономические, торговые отношения в мире подвергать угрозе. И я думаю, что санкции это принесет ущерб и вред всем. И те, которые поддержаны санкциям, они должны противостоять этим. Также другие тоже должны в этом вопрос оказать соответствующую помощь. Господин президент, те санкции, которые были введены западным сообществом против Ирана, были связаны прежде всего с вашей ядерной программой. Я на самом деле в свое время был поражен, оказавшись в Тегеране. Пошел я что-то купить, им дали сдачу, и на одной из купюр был нарисован из-за топа атома. И тогда я понял, что если страна помещает ядерные символы на свои деньги, это по-настоящему национальная идея. Мы знаем вашу аргументацию в защиту мирной ядерной программы Ирана. Но вот факт есть факт, санкции были введены из-за подозрения о том, что у нее есть и военные составляющие. И за плечами у всех сейчас многолетние и многомесячные переговоры. Был прорыв. В начале этого года ожидалось, что зацементируется договоренность к лету. Лето прошло, наступила осень. Каковы, тем не менее, шансы, что к концу года шестерка международная, которая входит в Россию, и Иран выйдут на соглашение, которое окончательно заработает? Вы знаете, в эти же дни, так сказать, проходят переговоры, которые на полях генеральной ассамблеи между Ираном и 5 плюс 1, они продолжались. Так сказать, предприняты небольшие ход вперед шаги, но остались еще другие очень важные шаги. Мы должны, так сказать, в оставшееся время, до конца ноября, должны постоянно прикладывать усилия к тому, чтобы достичь этой договоренности. Мы думаем, что эта договоренность принесет пользу всем и поменяет условия, так сказать, для региона, а также для торгово-экономических отношений, окажет влияние на торгово-экономические отношения. Иранская программа всегда носила мирный характер. У нас деятельность проходит постоянно под наблюдением МАГАТЭ, и где наша ядерная деятельность, это находится под инспекциями МАГАТЭ, а также, так сказать, внезапные инспекции. Мы приняли, так сказать, соглашение о гарантиях, мы соответствующие обязательства взяли на себя, поэтому мы перевержены международным правилам и нормам. Это страна, которая нанесет абсолютно, так сказать, мирную деятельность и находится под наблюдением МАГАТЭ. Я думаю, что не будет проблем для этой стороны с тем, чтобы есть маленькие вопросы незначительные с другими сторонами, с тем, чтобы их решить. То есть ваш прогноз оптимистичный? Вы полагаете, что до конца года соглашение будет? С нашей стороны и есть такая серьезная решимость. Если противоположная сторона тоже имеет смелость, я думаю, что да, в это оставшееся время можно достичь договоренности. Противоположная сторона шестерка или противоположная сторона Соединенных Штатов? По внешнему виду это 5 плюс 1, а по внутреннему это больше США, потому что эти односторонные санкции, они, так сказать, создали и ввели, и они, так сказать, навязали и Европейскому Союзу, чтобы против нас вести. Сегодня, когда мы говорим о 5 плюс 1, они очень, так сказать, заинтересованы в том, чтобы этот вопрос урегулировать как можно скорее. Единственная сторона, которая очень медленно продвигается, это США, и поэтому мы надеемся, что они тоже, так сказать, будут думать о долгосрочных интересах, и мы сможем эти вопросы урегулировать и решить. Я, естественно, не являюсь участником этих переговоров, не являюсь дипломатом, но наблюдая за ними со стороны, мы, журналисты, видели пару раз возникновение опасности того, что переговоры Ирана с шестеркой, которая наработала столь большой потенциал за эти годы, могли сорваться и перейти в плоскость отдельных сепаратных переговоров Ирана и Соединенных Штатов. Понятно, почему Америка была бы в этом заинтересована, и в этом смысле от имени граждан стран шестерки хотел вас поблагодарить за то, что этого не произошло, потому что, по-моему, международный формат стоит намного дороже. Вы тоже так считаете? Наши переговорщики – это группа 5 плюс 1, но тогда, когда мы сидим с ними, так сказать, разговаривать, среди них – это тот, который больше говорит, больше предлагает и критикует, – это Америкация. И основные пять стран, мы хотим, чтобы они были более активными, так сказать, и переговоры с 5 плюс 1 – это были реалистичными. Господин президент, спасибо вам огромное за интервью. Недаром я много лет его ждал. Очень интересно. Спасибо большое и успехов на Астраханском саммите. Спасибо.